Отзыв о посудомоечной машине Bosch SPV25DX30R. Сделано в Германии. Поставляется вот в такой вот упаковке. Сейчас будем скрывать. Снял плёночку. Вот здесь вот инструкция. Сейчас по инструкции будем её устанавливать. Но до этого нужно демонтировать старую машинку Electrolux, которой я проработала 10 лет. И где-то год назад уже перестал временами работать нагревательный ТЭН. Причём проблема оказалась не в ТЭНе, а в электронике. И замена электроники обойдётся где-то в 1010. Поэтому купили вот эту вот машинку примерно за 25 тысяч рублей. Плюс доставка. Это встраиваемая модель. Поэтому вот сюда вот прикрепим лицевую панель, которая у нас деревянная. Так как дверца декоративно ещё не навешана, вот эта вот основная дверца, она с трудом открывается. Но открывается, конечно. И если её не придерживать, она тут же мгновенно захлопнется. Вот, значит, здесь есть такая вот выдвижная штучка, как везде. В комплекте стартовый пакет рекламный. Мы его вытаскиваем. Это у нас для всяких ложек, вилок. Штучка. В общем, чтобы упростить монтаж, мы это всё пока временно уберём. Вот. Здесь коромысло. Вот сюда вот соль засыпается, сюда вся вот эта вот вода сливается. Такие штучки. Вот верхний отсек регулируемый по высоте. Вот мы его тоже сейчас попытаемся отличить. Вот. И демонтировать. Вот здесь есть такие специальные штучки. Я надеюсь, его вытащим сейчас, чтобы облегчить монтаж машинки. Дальше я по инструкции по монтажу буду её монтировать. Подключать к электричеству, к водопроводу. Но сначала буду отключать старую машинку. Вот. Прошло где-то полгода с момента того, как мы начали пользоваться этой машинкой. Ну, во-первых, здесь неудобно то, что... Вот эти узкие очень отверстия, практически в половину отверстия ничего из классической такой посуды российской нельзя просунуть. Можно вот едва-едва в какие-то крупные отверстия только это засунуть. А это максимум сюда даже чайные ложки вот с трудом проходят. Это первый недостаток. Второй недостаток состоит в том, что иногда мигает индикатор засора. Вот. То есть она не с первого раза ей удаётся откачать излишки воды. Когда начинаешь запускать машинку, она показывает, что там что-то у вас засорилось. Вот. Я рекомендую здесь воспользоваться каким-нибудь средством на основе щёлочек, которые там продаются в пакетиках по 70 грамм и стоят там рублей 20, там, тире 50. Вот. Засыпаете такое средство, ну, ваши засоры прочищают в раковины. То есть они для вас, может, не критичны, а для машинки, для немецкой этой, они почему-то кажутся какими-то страшными засорами. И она этот перепад давления не может преодолеть и срабатывать датчик засора. Вот. А так, в принципе, машинка моет хорошо. Вот. Иногда она почему-то неравномерно гудит, то есть в некоторый момент она гудит громче. Вот. Поэтому на ночь рекомендую всё-таки ночной режим включать. И, конечно же, не надо пользоваться для того, чтобы не тратить лишние деньги всякими ополаскивателями. Вот. А соль можно засыпать обычную выборочную экстру, а не какие-то специализированные соль. Опять же, сейчас меня будут тут закидывать негативными ответами в комментариях, но, тем не менее, это мой совет. Вот. Спасибо большое за внимание. Ну, конечно же, эта машинка очень тихая, потому что это инвертор.